сейчас будем штурмовать городок маленькое укрепление на границе дикого поля захваченная воровскими казаками будем отбивать у них сбой наш план прост нас будет поддерживать тяжелая артиллерия более 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 40 выстрелов так что я думаю что мы возьмем враг будет деморализована разбил я заряжаюсь сейчас это снаряжение унитарных боеприпасов для последующего ведения боя тут у меня такие конфетного типа хранилища для пороха и вот я пересыпаю сейчас пузыряться чтобы было удобно стрелять мне потом вне другого государства российского ввести чтобы под корень все просто берем скусываем конфету засыпаемся вот зарядец полный то есть это заряд пороха необходимый для произведения выстрелов фестиваль стрелец посвящен событиям смутного времени когда войска елецких воевод сражались гетман сагайдачного в обороне ельца оборона для лица была неуспешная то есть в итоге лет был все-таки штурмом взят но как бы в итоге гетман сагайдачного опождал нашу москвы и это конечно несло свою лепту в победу как бы русского оружия в итоге поэтому считаем это все-таки славная дата история нашего города и ежегодно и отмечаем а Поехали! На столе у нас два мушкета фитильных. Один турецкого образца, второй европейского, точнее голландского, если быть точным. Отличаются они устройством замка принципиально. То, что у турецкого мушкета у него жагра идет от стрелка в сторону ствола. Жагра это вот эта штука, которая подает фитиль. То есть фитиль крепится сюда и, соответственно, вот таким вот образом она зажигает. А здесь ровно наоборот, то есть оно вот так ходит. То есть у голландского удобно тем, что перед стрельбой ты видишь горит фитиль или нет, то есть меньше вероятность осечки. Это гораздо удобнее. Плюс у голландского еще есть щиток, который закрывает глаз стрелка от искры. То есть это тоже достаточно удобно, то есть обеспечивает определенную степень безопасности. У турецкого как бы есть своя специфика, то есть ему такой щиток может быть и не особо нужен. Потому что, во-первых, у него есть вот такой целик, через который целится. Он тоже выполняет ту же функцию, тоже закрывает. И плюс сама жагра, она тоже часть искры ловит. Соответственно, как бы в глаз там попасть, вероятно, не такая большая. А так устройство у них, ну как бы, а так это дульнозарядное оружие. Вот заряжается оно со ствола, он стреляет круглой пулей. Засыпается, затравочный порох засыпается на полку, закрывается. Надо потрясти, чтобы он просыпался в отверстие. Потом засыпается сюда порох, пыш, забивается шомполом пуля. После этого сюда ставится фитиль. Вот, прицеливаешься, открываешь и стреляешь в человека. Тут надо понимать, что, во-первых, стволы были не такие качественные, как могут сейчас изготовить. То есть, у них, во-первых, есть определенная кривизна, а это же кованое все было. Соответственно, далеко из них стрелять было бессмысленно, потому что не попадешь. То есть, целиться особо смысла не было. На них даже не на всех есть прицельные приспособления. То есть, мушки там и прочее, это не обязательно. По европейским правилам, мушкетерским, скажем так, которые, в принципе, и у нас использовались учебники, то, что плохой батальон стреляет на 70 шагов, хороший батальон, тренированный, стреляет на 40 шагов. А опытный и воевавший батальон стреляет с 20 шагов, нужно, чтобы ты видел белки глаз противника. Если ты видишь белки глаз противника, значит, уже надо стрелять. Поэтому стреляли они практически в упор. То есть, это ввелся огонь на расстоянии порядка 20 метров. То есть, с 20 метров они открывали огонь. Но это опять же подготовленный, хорошо тренированный, опытный батальон. Они в одиночку не стреляли, это как бы только массовый огонь, они стреляли всегда толпой. Это, кстати, одна из причин, допустим, эффективности европейского оружейного огня и, допустим, слабости огня, допустим, у всяких там, условно говоря, восточных народов, потому что они строевого боя хуже были обучены гораздо и стрелять толпой умели хуже. Соответственно, пока у них там янычары не появились, как бы проблемы с этим были. Потому что беспорядочный огонь, он, как правило, не наносит больших потерь противнику. Поэтому залповый огонь наносит серьезные потери, поэтому залпового стрелять гораздо лучше. Ну и, соответственно, пока одни стреляют, вторые перезаряжают. И получается хорошо. Тауэкс! Субтитры сautой кулакой! Тауэкс! 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 Субтитры подогнал «Симон»!